Пробки на плотине далеко не новость. От них страдают пассажиры общественного транспорта, водители авто и все участники дорожного движения. Звонки в редакцию Alex Inform от недовольных жителей в последнее время участились. Почему? Узнавали на месте событий наши корреспонденты. Традиционно плотина загружена транспортом в любое время, но особенно в пиковые часы утром и вечером. Попытка побороть эту беду путем реверсивных манипуляций со стороны патрульных провалилась. Об этом мы рассказывали в одном из недавних выпусков. Тогда случился транспортный коллапс. Мост с Хортицы в город закрыли для всех, кроме общественного транспорта, а объезжавшие через плотину водители застряли надолго в пробке. Шквал критики и реализацию идеи отложили на неопределенный срок. Стоять в пробке перед и на плотине люди привыкли, но в последние дни, говорят, время тянучки в пробке увеличилось. Я езжу около полдевятого, 8.30. Пробки обычно со стороны Сипенковского, Сбородинского очень большие. Очень много людей маршрутка. Сложности часто возникают. В каком районе вы живете? Ну, на Сипенковом. Каждый день утром везем внучку в школу в 28-ю. Пробки постоянно. Почему они? Это уже протяжение месяца, наверное, постоянно идут. И мы всегда страдаем. Не знаем, как побежать. Через Куртицу или здесь. Не знаю. Водители, в свою очередь, сетуют на ремонтников, которые латают дорожное покрытие на Днепрогрессе. Сделали, порыли ямы. Бросили. Машины идут, устраивают, бросили. Что это? Нельзя в ночное время сделать или в выходной день. Конечно, недовольны. Почему отсюда не выйдешь? Вчера ехал, пробка была аж с Бородинского. Полиция приехала, порегулировала минут 15 и уехала. А пробки как были, так и остались. На дороге оставленные незалатанные ямы. Это не мешает машинам пролетать через них, хотя пусть и минимальный, но риск ДТП все же есть. Пассажиры общественного транспорта и водители говорят, в часы пик надо регулировать движение с помощью патрульных, либо проводить ремонтные работы в другое время, чтобы не создавать пробки, так как люди спешат на работу. Как показывает практика, на деле к советам людей не прислушиваются.